Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня в гостях у нашей программы Раиса Ивановна Рябова, педагог, литератор, руководитель литературной гостиной, которая проводит свои встречи в историко-мемориальном центре музея Ивана Александровича Гончарова. Раиса Ивановна Рябова расскажет о себе, о встречах в литературной гостиной и прочтет свои стихи. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами не только о поэзии и о литературе, но и вообще о творчестве в целом. О творчестве, которое помогает нам делать нашу жизнь ярче, прекраснее, эмоциональнее. И помогает преодолеть многие трудности, которые случаются в нашей жизни. Поэтому сегодня мы говорим о творчестве и о поэзии. Ну, если несколько слов о себе. Я дружу с поэзией, с литературой с самых ранних лет. Всегда любила читать, любила классическую литературу. С первого класса выступала со стихами своих любимых поэтов на сцене. И, конечно, когда закончила школу, вопрос о том, куда я пойду, не стоял. Или литфак, или журналистика. Ну, вот так получилось, что я поступила в Ульяновский государственный патологический институт имени Ульянова. Любимая литфак, была редактором сменной газеты «Призвание». Работала в это время внештатным корреспондентом газеты «Ульяновский комсомолец». Писала литературные очерки, литературные портреты параллельно с учебой. А потом, после окончания уже института, так получилось, что... Да, еще несколько слов я хочу сказать, что училась я, мне, можно сказать, повезло, училась я с нашими известными ульяновскими поэтами, Владимиром Дворенсковым и Евгением Мельниковым в одной группе. Поэтому, не знаю, может быть, то, что у нас были такие замечательные преподаватели литературы. Такой интересной и полной жизнью мы жили, что многие, те, кто закончил наш историко-филологический факультет, посвятили себя поэзии и литературе. И, конечно, вспоминаются наши любимые преподаватели, особенно Светлана Романовна Шустова. Замечательный преподаватель, удивительный человек, которая дала нам очень многое. Мы были членами такой, можно сказать, организации, которая называлась БОПЛ – боевые пропагандисты литературы. Мы читали стихи Евтушенко, Вознесенского, Белла Ахмадулиной, выезжали с этими концертными номерами. Не только выступали в Ульяновской, но и в Ульяновской области. И вот, что интересно, прошли годы, и Светлана Романовна Шустова, мой любимый преподаватель, стала руководить литературной гостиной, в которую я тоже стала приходить в свое время. И так получилось, что теперь я руковожу этой литературной гостиной. Ну, до литературной гостиной я просто хочу сказать, что я работала в областном дворце детского творчества, заведующей отделом художественного творчества. И вела в то время сценическую речь в театральной студии у Лукомори, которой руководил замечательный педагог, замечательный актер, режиссер Александр Валентинович Куражев, который ушел не так давно в Царствие Небесное. И получилось так, что я была руководителем и председателем жюри многих конкурсов, художественных конкурсов, творческих конкурсов. А получилось так, что вот тяга к литературе, к слову, к поэзии, вот требовала какого-то выхода. И поэтому был организован клуб, который назывался Клубом любителей поэзии «Юные поэты». И назывался он «Озарение». Удивительная вещь. Ребята, которые были победителями различных творческих конкурсов, «Проба пера», «Скажи жизни да», они участвовали во многих и районных, и всероссийских конкурсах. Они с таким удовольствием работали в творческих мастерских, они встречались с ульяновскими поэтами. Постоянно у нас были выездные занятия в клубе, в городском клубе поэтов. И многие из них, ну, не стали, может быть, поэтами. Но зато литература и поэзия навсегда остались в их жизни. Я слышала, что, возвратившись оттуда, ты жизнь ощутишь, как нежданное чудо. Появится смелость и мудрость и сила, И все, что давно ты у Бога просила. Я стала другой, я совсем не устала, Живу и дышу, но мне этого мало. Распахнуты стали миры мироздания, Как будто открылось второе дыхание. И все, что так долго в душе созревало, Вдруг вырвалось свет, и на землю упало. И вырос цветок, столь прекрасный и нежный, Цветок вдохновения, любви и надежды. А мне остается, друзья, вам признаться, Так хочется долго цветком любоваться. Параллельно я посещала и литературную гостиную. Литературную гостиную, Которой руководила в то время Моя любимая преподаватель зарубежной литературы Светлана Романовна Шулстова. Или, как мы любовно ее называли, Светланочка Романочка. И вот уже прошло столько лет. 24 мая 2022 года Университет активного долголетия 50+, Отметило 55-летие старейшего клуба Литературная гостиная, Который был основан в 1966 году. У истоков этого клуба стояли преподаватели института Войтенко, Бейсов, Крылова, Наумов, Шулстова и другие. Я тоже была членом этого клуба Вот как раз в то время, Когда им руководила Светлана Романовна. А тогда еще Литературная гостиная была в Доме учителя. Затем наступили такие времена, Когда получилось так, Что литературная гостиная, У меня не было возможности посещать его, Были такие обстоятельства. Потом, когда я вернулась туда, Она уже была В доме, В центре музея Имени Гончарова. Ну, что сказать. Руководила после Светланы Романовны Замечательный педагог От Бога, можно сказать. Литератор, Учитель русского языка и литературы. Человек тактичный, Умный, Интеллигентный. Человек, который Пользовался уважением Окружающих, Это Роза Григорьевна Клюева. И она руководила Литературной гостиной Более 25 лет. Так получилось, Что бразды правления Она передала мне. И вот сейчас Я руковожу Литературной гостиной. Среди ветеранов Литературной гостиной Много тех, Кто постоянно Пропагандировал Русский язык, Литературу, Наше искусство. Уже много-много лет Это Роза Григорьевна Клюева, Это Людмила Васильевна Сергеева, Это недавно ушедшие от нас Нина Юрьевна Матвеенкова И Жанна Сергеевна Зарецкая. Среди членов клуба Поэта, Члены Союза писателей России, Члены Российского Союза Профессиональных литераторов Это Виктор Малахов, Татьяна Лотоцкая, Светлана Нефёдова, Виктор Исаев, Нина Белозёрова, Марина Левахина, Пётр Шушков, Валерий Ветров и другие. Но сказать, Что в литературной гостиной Только литераторы и педагоги, Я не могу, Потому что в литературной гостиной Есть и инженеры, И художники, И врачи, И библиотекари, И фармацевты. Всех их объединяет одно – Это любовь к поэзии, Любовь к слову. Поэтому гостями Литературной гостиной Постоянно были И художники, И поэты, И музыканты. И нужно сказать, Что литературная гостиная Это всё-таки цвет Нашей ульяновской интеллигенции. И хотелось бы, Чтобы новые, Такие молодые, Более молодые, Творческие силы Вливались в нашу Литературную гостиную. Приходите на встречу В центр музея Ивана Александровича Гончарова. Мы вас ждём. Время с удовольствием. Ну и что ещё сказать? Я думаю, Что знакомство С членами Так получилось, Что стихи По-настоящему Писать я начала Где-то лет пять назад. Толчком К написанию стихов, Наверное, Явилось И то, Что Действительно События, Которые проходили В моей жизни И счастливые, И трагические, И опыт, Который у меня был, Всё это Ну как бы стало Толчком К моей вот Поэтической деятельности. В 2020 году Я Стала членом Российского союза Профессиональных литераторов. Влилась в эту Дружную семью. У меня там Замечательные друзья, Которые близки мне По духу. И Сейчас У нас, конечно, Очень бурная Такая Творческая работа. Стихи, Посвященные Великой Отечественной войне, Посвященные Моему отцу, Который прошёл Всю войну От Халкингола И до Берлина. Он Кавалер Ордена Красного знамени, Красной звезды, Ордена Александра Невского И многих медалей. Громову Ивану Ивановичу, Моему отцу, Посвящаются Эти стихи. Бессмертный полк. На поле боя Тишина. Страницы памяти Откроем. Давно Закончилась Война. Но помним Мы своих героев, Мы помним Всех, Мы помним Вас, Кто мир Ценою жизни Спас. Знамён Победы Льётся Шёлк, Бессмертный Полк, Бессмертный Полк. И в благодарность За победу, За ратный Подвиг Ваши Труд, Портреты Прадедов И дедов Потомки С гордостью Несут. Идут Бессмертные Солдаты И генерал, И рядовой В бою Погибшие Когда-то Сегодня Снова Встали В строй. Шагает Полк Наш Многоликий И не исчезнет Мир Пока По улице Страны Великой Течёт Бессмертие Река Связь Поколений И времён Быть Вместе Наш Священный Долг Плает Зарева Знамён Всегда В строю Бессмертный Полк. И Наступил Войне Конец И Всем Смертям Назло Домой Вернулся Мой Отец Немногим Повезло Кровавым Отблеском Зари Сверкали Ордена Казалось Всё Ещё Горит В душе Его Война Но Про Варшаву И Берлин Отец Не Вспоминал И Вышибая Клином Клин Он Стопку Выпивал И Утихали Вдалеке Военная Гроза Он Пел Про Ночь И По Щеке Текла Печаль Слеза Он Пил За тех Кто Первым Стал Под Пушек Рёв И Вой Кто Не Дожил Кто Прорастал Весеннюю Травой За Всех Кому Не Повезло Прийти Домой Живым И Кто Навек Осилив Зло Остался Молодым Детей Рожденья Женский Смех Всё Это Не Для Них Но Мы Сегодня Вспомним Всех И Мёртвых И Живых Пусть Слава Каждого Найдёт Знамён Прольётся Шёлк Парадом Памяти Пройдёт Бессмертный Этот Полк Плечо К плечу И В полный Рост Навек Войне Конец За Вас Герои Этот Тост И За Тебя Отец И Несколько Стихотворений Из цикла Времена Года Сейчас Минуточку Так Начнём С осени Бабье лето Паутинок И Травушки В Росах Это Пришло Бабье Лето Грешные Мысли И Снов Наваждения Как Удивительно Это Воздух Прозрачный Я пью С Наслаждением Это Моё Бабье Лето Словно Назад Свою Жизнь Пролистаем Женская Песня Не Спета Если Мужчины От Женщины Тают Значит Пришло Бабье Лето Всё Проходящее И С первой Дождинкой Осень Опомнившись Снова Вернётся И Бабье Лето Живой Полтинкой Печально У виска Забьётся Это Осень А дальше У нас Зима Зима И выпал Снег И Выпал Снег И Зимний День Ослеп От Солнечного Света И Синевой Ложится Тень На Переливы Снежных Веток Горит И Скрит Сияет Снег Той Белизною Первозданной Ах Как Ничтожен Человек Пред красотою Богом Данной Но Вдруг Увидишь Светлый Лик И Всё Вокруг Преобразится Как Будто В душу Свет Проник Всё Заиграет Заискрится В Души Заснеженный Простор Вдруг Вихрем Музыка Ворвётся Художник Ты Поэт Актёр Ты Гений Всё Тебе Даётся Ты Покоряешь Высоту Поймав За хвост Свою Удачу Ты Человек И Красоту Сам Создаёшь Смеясь И Плачем А Это Просто Выпал Снег В Причудах Солнечного Света Нет Не Ничтожен Человек Он Красотой Проверил Это И Это у нас Зима И Конечно Лето Нет Весна У нас Ещё Два Секварения Таких весенних Жажда Весны Снова Как в юности Мне не до сна Надо ж Такому Случиться Жадно Твой Воздух Глотаю Весна И Не могу Им Напиться Кругом Идёт От Весны Голова Тенькает В клетке Синица Снова Стихами Ложатся Слова Время Пришло Им Родиться В небо Вернулись Мои Журавли С рук Отпускаю Синицу Время Пришло И Растает Вдали Мной Приручённая Птица Время Пришло И В просторы Полей Сердце Из клетки Прорвётся И Откликаясь На зов Журавлей Песней Весны Отзовётся И Ещё Одно Вербное Воскресенье Верба Цветущая Помнишь Мгновение Как Ты Врывалась Весенние Сны С лопанием Почек И с дуновением Тёплого Ветра Поющей Весны В храме На празднике Снова Мне Встретишься И Обрамляя Шелков Бахрому Брызгами Солнца Живыми Засветишься Чудная Верба В кодильном Дыму Ты На окошке Сияешь Пушистая Бархатом Нежным Призывно Маня Каждый Комочек Как солнце Лучистое Греет Мне душу Спасая Меня Мысли Мои Отгоняя Печальные Ты На окне Как Примета Весенняя Слушаешь Тихо Молитвы Пасхальные И Предвещаешь Его Воскресенье И Лето Лето У нас Август Вспоминаем Марину Цветаему Цветаему Ах Август Астры Ну и Вот Навеянное Этими Стихами Стихотворение Тоже Называется Ах Август Ах Август Сладкая Начинка Даров Твоих Давно Воспета Но Отдает Уже Горчинкой Медовый Вкус Прощание С летом Ах Август Запах Яблок Спелых Роскошных Рос Благоуханье И пышных Розовых И белых Пионов Поздних Увиданье Ах Август Тихий Спокойный Как воплощение Мечтаний Стоит Забыв Про полдень Знойный В прохладе Тающих Мерцаний Ах Август В нем Зарнит Сиянье Мой Зарев Это Август Святцах Мне Летних Дней Очарование В себе Мешает Разобраться Ах Август Будет Лист Кружится Грядущие Осень Примета И Долго Падает Светится Осколком Солнечного Света Ах Август Читайте Слушайте Сочиняйте Обращайтесь К лучшим Образцам Нашей Классики Читайте Пушкина Друзья И Думайте Над Каждым Словом Не Прочитать Его Нельзя А Прочитав Вернитесь Снова И Тогда Всегда С вами Будут И Радость Творчества И Радость Встречи Со Словом Которое Лечит Вдохновляет Дает Вам Силы Преодолеть Непреодолимое Читайте Слушайте Слушайте Сочиняйте Дорогие друзья Мы благодарим Гости нашей программы Раису Ивановну Рябову За участие В передаче В новых Номерах Журналов Мономах И Симбирск Будет Опубликован Материал Посвященный 55-летию Литературной Гостиной Которой Руководит Раиса Ивановна Рябова В своих Стихах Раиса Рябова Так Сказала Об этом Творческом Объединении Удивительные Встречи Дорогие Сердцу Люди Желаем Чтобы и дальше Это сообщество Процветало И привлекало Новых Участников Всем вам Дорогие друзья Добра Радости Мира Здоровья Всего Самого Доброго Доброго Редактор субтитров Корректор А.Егорова